Украинская Аграрная Рада. Простите, я не хочу здесь есть. Знаете, что судебные рекорды давно говорят, и в целом цели вопросов, а что, собственно, необходимо сделать для того, чтобы суды, с одной стороны, были независимы, а с другой стороны, скажем так, не потеряли связь с реальностью и не превратили в самозамок, то есть система, которая представляет свои интересы, не общественные. То есть какие механизмы обратной связи вы хотите заложить в ту систему, которую вы предлагаете построить. В чем концепция вашей судебной рекорды? Дякую, это очень важно. Пять о том, что в первом случае судебные рекорды могут обратиться на конкурсную засаду. Я расценю, что пропоновано, но реально есть целый упак тих личностей и других вещей, как я здесь делаю. Мы пропонуем возможность сделать это реально независимо. Другой момент. Мы говорим о том, что правосудия, в том числе, мое статей электронной. Потому что, когда я ручно расходил справ, и судебный час занятий, то вы же в этом не маніпуливаетесь. Третья вещь, мы говорим вам про то, что судебные рекорды, в том числе, в студенте, это обоградование, насправді, неможливо быть брошен. Судебные должны стать активными участниками в распространении бюджетных костей. И нам надо заниматься много распорядок и бюджетов, которые раньше тоже предпочтают так вот. Наступнее, мы говорим, что мы говорим вам про максимально доброчек в суте. Сегодня у нас есть три договора, которые выбирают пограды, потому что это проблемы. А нам потребна целая линейка повторений. Не обязательно только договора, как комиссия Депута, и много человек, и нам важно, больше чистка процедура, притягненная к ответственности, но больше чистка процедура защиту своих прав в суде. И пятый крок, который нужно сделать, это дать возможность судям самим выбирать свое самовальдувание. Потому что сегодня это не то, что приходит какие-нибудь пять кофе из-за полного сборочкового суда и скуповое среди голоса, чтобы дальше держаться на посаде. И только через активность людей в депутатных салях это просто не трапляет. Потому что было по-другому, потребно эксплуатации не боялось бы подать доброчек в суте. Олексей Юрьевич, вы еще говорили, мое рефрико, что до этого. Пожалуйста, первое, мы начнем. За статеги, якуйте мне еще, чтобы я вам передавала микрофоны. Люди, якушу поставить питание в зале. Чтобы я вас зацелегить бачила. Знагодьте со мной какой-то физуальный контакт, чтобы вам передали микрофон. Дякую. Дмитрий, у нас не признается. Дмитрий, у нас не признается. Знаете, абсолютно точно, что для того, чтобы достигнуть такой серьезный результат, а то, как именно иногда и принимать сомнительные выросы. В данном связи с 7 дней используется тема протестащей деспублировой информации щодо возможностей изменения порядка и сутки оскажения с удовольствием. Как оставаться до того, чтобы судья, как он пояснил, решение в плаченых текциях, захищал его самостоятельно апелляционной текцией. Это очень довольно интересная идея, которую мы обговорим, как вы до нее ставите. Я персонально думаю, что это всегда будет. Ее можно разглядать. Но мы, как спиртно реформацию, пока что не готовы дать людей. И через это, что не знаем, что это плохо, или что плохо, просто через это не готовят, как селетиям, обраковать наследие такого и как не хотим работать по политической промоциям. Вадалайки, в суде, нажимаем на касательную эволюцию. Представлены, что все прямо в рейде. У нас тут 11 тысяч человек, на самом деле, это немало. Все ваши питания на то, как вы понимаете. Будь ласка, так, Заря, пока еще я не знаю. Так, будь ласка, давайте прямо вам звенью. Поздравляю. Меня зовут Ядан Паченко, я генематский активист и эксперт мультформы группы социальных реформ Адбера. У меня такое питание, чи розглядаете вы можливість повернутися парадельными ключи с реформами децентрализации судово-влади, такой обсяг децентрализации судово-влади. Это когда, ну, те, что касается Немечки и в других странах, когда на местном львии есть местные суды, которые в Бриджанском союзе сделали немного не так, но они назывались народные суды, которые обрались в Комоторе, в громаду. Это люди, которые имеют определенный суспильный авторитет в громаде и которым громада доверяет певную работа, которым громада доверяет и их освитой, и их баку, и их инфекционности, и доверяет правосудия на местах. Какие ваши остальные ответы? Это называется «Верови суды». Если можно говорить на данный микрофон, там есть пан Роман, я ему попрошу передать. Прокоментуешь, что вы думаете про мировой суды, или доречно это делать в Украине? Это делать доречно, но это можно только через изменения до Конституции, поскольку система судебная, в следующий день вычислено визжена на Конституции, там вировой судеб не передважен. Но идея эта есть, и она в наших пропозициях что-то изменение до Конституции, в наших потребностях. Дякую. Друзья, пожалуйста, у нас буквально три с половиной хвилина нарушилась, вы просто выкристили час, потому что тут уникальное место для собрали самые лучшие представители экспертного средствования. Пожалуйста, Аксинь, я тоже у нас. Я просто хотела дополнить и сказать, что по поводу реактивности комиссии по защите морали. Украинскому бюджету она стоит в этом году 4 миллиона гривен. На рік, В этом году. И люди просто занимаются станом переливания из пустого впорожения. Это нужно сделать как можно быстрее. Дякую. Да, пожалуйста, и переставьте. Аксинь, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, Продолжение следует... 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 Потому что единственный социальный внесок, ЕСВ, сегодня фактически это податок, а не внесок. И поэтому нужно объединять и визначить это как податок, и таким образом изнизить его по европейским нормам. Наступный слайд. Импортный мифер, это все. Евроинтеграция. Тут стоит церевна Люба Акуленко, которая ведет эту реформу. И я тоже буду коротко, возможно, Люба задать вопрос. Это ключевая реформа. Мы все знают, что мы все ратифицировали угоду про асоциацию. Все много кричали. Никто не понимает, что принято в целом. В чем она поляга и почему на год оттервинована. И что это означает. Так вот я вам скажу просто. Ратификация, взагалі, имплементація угоди, это принятые законы. Можливо, мало кто знает, но на сегодняшний день несколько принятых. Например, принятый закон о безопасности и качестве продуктов, которым революционные изменения ликвидировали втручание санстанций. Взагалі в безопасность и качестве продуктов. Ей там уже нет. И теперь нужно негайно принять новый орган, который будет контролировать безопасность. Потому что закон введен и действие. Санстанция исчезла. Просто я вам говорю про такие глобальные изменения, которые нам удалось протискнуть, но дальше новые выплаты. Следующий – это технические барьеры. Принятый закон тоже под тиском нашей стандартизации метрологии. Конечно, его вносили и сделали депутаты с нашими экспертами. Но закон про тех регламентов…